В прямом эфире Вести Томск. События недели. Продолжаем выпуск. Томские газовики отчитались о 40-процентном росте добычи углеводородного сырья. Показатели сверяли на годовом собрании акционеров Газпрома. Там же обозначили и планы на будущее. Первое и главное, на что обратил внимание Алексей Миллер, председатель правления Газпрома, в своем обращении к акционерам, это то, что в 2010 году Газпром обеспечил устойчивое снабжение потребителей в России за рубежом природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки. По итогам года Газпром добился роста производственных показателей. Добыча природного газа, главного продукта, увеличилась почти на 10%. Благодаря тому, что эта компания сохранила свое единство, она блестяще отрабатывает нефтегазовый комплекс России. Дивидендная политика меняется в сторону повышения дивидендных выплат. Предприятие очень резко выросло за последние несколько лет. Я считаю, в общем-то, хорошо работает. Фундаментом успеха Газпрома является мощная сырьевая база. А стратегическое видение и планы бизнеса компании опираются на потенциал штокмановского месторождения, газовые ресурсы Восточной Сибири, Дальнего Востока, акватории Обска и Тазовских губ. Добычей углеводородного сырья в Томской области занимается компания «Восток Газпром». Предприятие разрабатывает сложные с точки зрения геологии месторождения. Это направление деятельности является перспективным для Газпрома. Высокий объем инвестиций компании привел к тому, что прошлые и текущие годы стали периодом активной реализации целого ряда крупных инвестиционных проектов. Речь, в частности, идет о проекте использования попутного нефтяного газа, обустройстве северо-останинского месторождения и вводе в эксплуатацию болтного месторождения. Запуск новых производственных объектов является основной задачей компании в текущем году. Итоги работы в 2010 году значительно превышают все, что до этого компания показывала, экономические результаты. Чистая прибыль компании выросла на 40%. Рост примерно 50% ежегодный мы наблюдаем в течение с 9 на 10, с 10 на 11. Это связано, конечно, прежде всего с тем, что в компании в течение 5 лет планомерно осуществляются инвестиции в профильную работу. Газпром обладает крупнейшей в мире газотранспортной системой. Только за 2010 год на территории России введены в эксплуатацию 1340 километров магистральных газопроводов и отводов. Важным событием стал ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Соболево-Петропавловск-Камчатский. Как подчеркнул Алексей Миллер на сегодняшний день, одним из первоочередных объектов восточной программы является газотранспортная система Сахалин-Хабаровс-Владивосток. Ввод ее намечен на сентябрь 2011 года. Этот газопровод – становой хребет единой системы газоснабжения на востоке России. Ответственной за строительство и эксплуатацию объектов транспорта газа на востоке страны назначена компания «Газпром Трансгаз Томск». Компания «Газпром Трансгаз Томск» позиционирует себя как современная компания международного уровня, поэтому мы работаем в рамках тренда в развитии компании «Газпром». Компания справилась с огромной задачей по развитию компании как на востоке страны, так и на территории Западной Сибири. Компания «Газпром Трансгаз Томск» динамично развивается, создает производственные мощности на Дальнем Востоке и укрепляет существующие газотранспортные системы, ведет реконструкцию компрессорных газораспределительных станций и линейной части магистральных газопроводов для повышения надежности поставок газа потребителям. Компания поддерживает детский спорт, школы, больницы, проводит экологические акции. В Томске газовики построили крупнейший за Уралом спортивный комплекс «Легкоатлетический манеж «Гармония». Реализуя восточную газовую программу через свои дочерние общества, «Газпром» стал локомотивом социально-экономического развития регионов в этой части нашей страны. Газификация регионов России – наше приоритетное направление. И последние пять лет «Газпром» вкладывает ежегодно в эту программу газификации по 20 миллиардов в каждый год. В 2011 году – 25 миллиардов рублей. Еще один перспективный проект «Газпрома» – начало поставок газа в Китай по западному маршруту. Он, несомненно, станет новой точкой отсчета в истории развития Российской единой системы газоснабжения. Мы ведем переговоры исключительно только по поставкам газа по газопроводу «Алтай». По данному проекту могу сказать, что степень готовности начала строительства абсолютная. В 2003 году в Японии на Мировом газовом конгрессе в Токио «Газпром» заявил о наступлении века газа. Алексей Миллер отметил, сегодня уже не только производители, но и потребители признают, что золотой век газа – это свершившийся факт. А это значит, что у «Газпрома» открываются новые горизонты. Газ займет более значимые позиции в мировом энергобалансе. Решающую роль сыграют удобство использования и высокая экологичность. Будет расширяться применение природного газа в электрогенерации и в качестве моторного топлива. Алексей Дорончев, Владислав Разманов, Евгений Щербаков. Специально для программы «Вести Томск. События недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова